здравствуйте друзья мы с вами встречаемся 26 ноября зима началась вот и продолжаем бесконечную тему о садоводстве я сам не ожидал что она выльется в тысячи фильмов и так о чем мы будем говорить загадочные сеансы на взрослых абрикосах в мифах реальности и на фото переписка друзья значит у меня дай повод только поговорить самое главное я считаю так царство небесное ботару борисовичу который в сибири внедрил черешню вот а я только его скромный продолжатель а левицкий внедрил дали восточные абрикосы лучше из них бая называл бая левицкого то есть тут уже скромный продолжатель но мне бог дал возможность стать главным распространителем по россии и за пределы россии тут уже несколько добавилось стран ближнего и дальнего зарубежья вот и тут я оказался первый говорю без всякой ложи скромности это хасанский персик и мазурский абрикос всем хорош манджурский абрикос маростойкость дикая огромная до 50 градусов урожай сумасшедший конечно не каждый год и даже не каждый пятый год он может дать 40 метров но дает вот и еще съедобный представляете я разошелся уже по тысячам садов по тысячам вот тут сказать жду государственную премию ну понятное дело это самое коллаж заряд со свиным рылом не пускается идем дальше я часть часть своих статей перевожу аудио почему да надо подстраиваться по действительности действительность уже другая люди перестали читать слушать еще готова поехали итак переписка я тут это раздобыл погибший саженец от название питомника а дипломатически убрал то есть это я взял за черту куплен был это мне пишут куплен был 2008 году каждую зиму отмерзал по уровню снега сорт восторг читаем в интернете об этом сорте сеянница сорта пикантный странное название для фрукта читаем про пикантный сеянц манджурского абрикоса вот и вся научная селекция косточки в землю накидать отобрать что-то более-менее съедобное вот и новый сорт а с этого сорта можно опять костик накидать еще один сорт благо абрикос позволяет вот этот товарищ который брокся он прав потому что всего неделю назад на очередном вебинаре почти неделю назад понедельник прошли я показал тот самый бравурно золотая медаль 30 лет работы вот пожалуйста производство производство от кичидерского абрикоса свободного пыления то есть получили вот такой и там как раз один из неотличимых от меня фруктов то есть это удивительное дело мне конечно это обидно стало я их там по десятками если брать по стране сотнями причем время для этого всего лишь несколько лет вот а там 30 лет а то есть если когда-то создали первый в россии а то вы без запорожья вспомните такое чудо автопром через 30 лет мы имеем точно такой же допустим до закрытия завода точно такой же ничем не лучше не хуже и что еще тут меня удивило что где где-то там в европе получается он еще и замерзать умудряется какой черт у сенец мазарского абрикоса вот так вот он вами восторг идем дальше моя мой текст неважно если есть название сорта слова сенец или нет надо бы до покупки санцы выселить он привиты или нет слова сенец имеет еще и второе понятие означает что он продается непривитым если питомник продает непривитые саженцы то смотря на данные в каталоге характеристики в ряде случаев результаты плодошения будут далеки от рекламных плохого там ничего нет но при условии что непривитый саженец подсадение дорог продается честно расскажет и покажет что питомник есть прекрасный маточный сад которым рядом деревом этого сорта растут другие сорта абрикосов и опыляет данное дерево и в случае если ваш саженец найдет оплодошение то плоды могут получиться как лучше чем у мамы так и хуже и даже если продавец еще и сам посоветует я так делаю купить больше непривитых саженцев чтобы в дальнейшем часть этих радового прекрасного рожаями плюс гарантированное опыление то это будет не обязательно вязание товара вполне дружеский совет про академиков дело в том что это я отвечаю на письмо обиженного садовода про академиков скобках вашу критику академии наук я стер нельзя бить лежачего это он проходил используя разные источники сми пригласил всех и любого ученого и в 15 московских телеканалов обращался в свой сад количество плодов от 15 до 100 и более грамм невообразимо даже трехлетний абрикосы дали до трех ведер самый скромный по крупности оказался этот гибрид манджурсов с кем-то вот она на радио ладно запомните эту линейку раз на всю жизнь потому что она фигурирует на сотне моих фотографий из них примерно 30-40 фотографий присвоено украдено присвоено мошенническим путем выдана за свои чтобы обмануть людей что у них есть такие сорта у них нет даже маточных садов это легко стать установить но никто этого не делает вот эта линейка она выдала десятки мошеннических сайтов вот еще вариант почему получилось что они все разные так получилось они гибридные до таких плодов что у меня самого привычного к чудесам чуть крышу не снесло каждый день рушатся ветки дерево справа уже рухнуло а это фото 2 еще нет и внимание с другой стороны ветка с очень яркими плодами видите вот так бывает с одной стороны вот такие спокойно спокойно украдены десятки плодопитомников люди будут думать что у них такие вырастут на скромные да банджурские я их называю сыновья банджурского амрикоса у меня их десятки здорово не правда ли и при нынешних современных фотоаппаратах телеканалах приехал уже 4 и видеокамерах процесса до воде со всей страны больше никто из друзей не смеется сказать что это сказки проверяю идет запись запись идет еще раз проверяю запись идет интерес же именно у академиков нулевой а зря специально не привитые не выращивал просто так получилось за чистоту сортов в отличие от привитых деревьев не боролся садил перебежку но много продолжать надо продолжаю видите на фото номером четыре клубовались это тот самый мой гигант патриарх фото было 15-17 лет назад сделано вот он его величество видна только одна ветка мой патриарх основатель семейства гибридов жердели правда неразборчивый полу в связях и дети которые конечно больших подвое помогли вырасти тысячи роскошных привитых абрикосовых деревьев вот и справка мазонский абрикос в молодости 30 лет и урожаем в этом году 15 лет в молодости было 30 и более кстати естественно что много лет назад сделано это статья а урожаем 2022 года 40 лет и более то есть дальше никто не считал есть фотографии которые лучше не смотреть не потому что трудно в это поверить в 40 лет потому что жалко вас я всегда говорю в таких случаях вначале валидол потом смотрите никогда специально не доводил сеянца ни мазурсу ни культурных абрикосов до плодоношения сеянца а только использовал одну трехлетнюю сару сабрикосов для подсосочных прививок то есть использовал как по двое среди оставленных в себе имелся десяток которые в свою очередь уже сейчас больше а сейчас я выпил 20 этих ветеранов места нет которые в свою очередь имели в скелете привы или всю крону и скультурных абрикосов привы они за последние несколько лет погибли или подмерзли вот за счет погибли это громко сказано у меня за всю жизнь погибло несколько штук вот причем целиком за всю жизнь только один а несколько погибали а из-за прививки влазили те самые подвое и давали довольно приличные плоды это была моя справка так вот когда погибали привой кстати или я их просто убирал потому что они были некачественные облинился решил их не отрезать и не привать оставить покоя вот один-два из этих не буду сейчас говорить о причинах случившихся вот у меня и без помощи науки мозги свихнутся но первое большинство сеется мажорского абрикоса на урожай на третий-пятый год этого дня хода номер пять наиболее похоже на маму но крупнее и вкуснее вот про это я хотел сказать про него сейчас вот это вот кстати у меня подготовка к вебинару подготовка к вебинару еще одна справка 27 это завтра ноября у меня состоится вебинар я готовюсь к нему да не буду отвлекаться так хотел перейти на технологию но не буду и так случилось следующее случилось следующее вот вот это вот первое первые два дерева потомки самая первая посадил соседу заплодоносили вот и дали вот такие плоды сказать что абсолютно сладкие нельзя но что вкусные сто процентов вкусные поэтому поэтому я развесился фотографии это первые потомки потом эти два потомка были убиты можно таки показать агротехник агротехникой как сосед их убил вот случайно зашкнулся я сегодня готовился к вебинару вот это дерево где девушка позирует сосед убил следующим образом это оно вот потому что он был большой специалист он тракторист он шофер бывает среди трактористов шоферов я одного такого знаю между Олегом Олеговичем вот и этот товарищ уничтожил своими руками это он считал нормально поэтому я хочу сказать что убить очень трудно это очень надо читать литературу специально тогда точно убьете вот идем дальше вот это вот самый сладкий оказался из первых потомков то есть это косочки были выращены знаете как я выше сказал но мне показалось невнятно сказал и так был стениц до него привит абрикос абрикос был или некачественный или погиб а снизу ветка прошла прошла и видимо перед до резьгены от привая до вас чисто сладкие плоды вот так правильно будет второе вообще не нашлось одинаковых по вкусу размеру окраски плодов деревьев большинство крупнее ярче и сладче готовлю полную подборку фото и ролики от телевидения да уж поверьте удивил ранее всю страну помните там выше написано что я обратился в 15 московский телеканал и вот ни один не приехал вот кстати до сих пор обида как я встречал телеканал культура московский это уже другой год как я его встречал ну и сейчас забрать не буду это было естественно с этими самыми с накрытый стол все как положено вот и угощение и вот я еще спросил их телеканал культура это почему ну как вы меня нашли они говорят нам надо было искать именно сибирских этих выдающихся попали ну думаю сейчас они такую съемку сделают что все странно про меня узнают и мне будет легче эгитировать за советскую власть то есть за 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 сбережение садов вот так сделали хороший получился фильм но он был настолько невнятный вот я говорил пожалуйста сделайте как бы вот вот я сейчас как надо было за неделю за две анонс такого-то числа вы побываете в лучшем российском саду в сибири персики абрикосы крупноплотные сливы чересни шелковицы черный абрикос чего там только нет вот и мы преподнесем это мы вам покажем мы специально сделали съемку д д д д вот три дня за три дня внимание это состоится презентация за два дня презентация и вот когда они это моя не головная душевная боль поэтому я так подробно говорю когда они мне пожалуют что телеканала культура слабый рейтинг вот сейчас то они выдадут ничего позвонили сказали такого-то числа смотрите во столько-то я включил посмотрел вы понимаете что получилось серенький обычный фильм преподнесите как сенсацию вы же не видели такого у себя в москве в питере нигде этого нет прошу вас как сенсацию ну кто-то решил вот что этого делать не надо и они просто съездили как бы это ну как ездят это самое турпоездка показали спасибо я уверен что никто из этих самых зрителей даже не запомнил вот так бывает и так а я считаю что даже младжурские абрикосы их потомки вот они это уже сенсация рослость мам настоящие гигантики вот это я так еще фотографии я делюсь все пятый год брат близнец того что на фото два а годом раньше плоды были бледно-желтые по крупности в два раза если было невозможно эх не добили меня родители чистой науки отрицающая вегетативную гибридацию теперь и не добьют но я им ничего не докажу вегетативные гибриды неповторимы и изменчивы потом убедился наверняка разгадать предугадать предусмотреть запланировать заранее смешанные сенсорные гибриды с примесью генов от культурного прямая крайне сложно остается стоять рядом с умным видом и чесать репу вот истинная причина признания очень хотелось одним а затем не признание в аг очень не хотелось другим в некоторых рослость умеренная значит именно это в качестве родились в рядом расположенных культурных пап вот и номер 7 в аэрзобой не только на трех половина судя по свету плодов не в маму не в пап а значит на лицо признаки наук сортов подчеркиваю никого даром не нужных ну ой какие они вкусные оказались и получи тех которые 30 лет челябинские ученые выводили мне интересно как один челябинский ученый приводнося мои абрикосы забыл правда сказать что они железовские но приводнося результат 28-53 кг дерева сказал что на соседнем научном учреждении не имеет до стулья до стулья держится 500 грамм из дерева 500 грамм еще вот так умеют топить друг друга и умеют замалчивать правду вот 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 такие дела так все идем дальше седьмое судя по скелетам лесами плодам каждый год разная краска плодов великого влияния привода погибших впоследствии и это явление на полном середине назвал но и тут же явление ПАП беспорядочные половые связи их из-за семеного опыления на этом деревеце я на это деревоце я глянул с особым интересом именно этот малоростный сенец плюс каприкосов я использовал для получения трех уникальных урожаев персиков на нем вот и на сайте затем испытывая нужду в деньгах один ляпский днем срезал с него пятьдесят веток черенков и лучший самый знаменитый персик Сибири до того переживший перекрытие соревнования весна не проснулся но подвой пошел в рост ах надо было сюда фотографию вставить но подвой пошел в рост и дал урожай пусть и без признаков персиков и стена уже без кислоты в плодах ну и я собираюсь эти и другие эффективные гибриды еще проявят себя если у них такое начало то сколько нам открыть еще и готовить посвящение дух пожалуйста видите если приглядеться можно заметить низкокрупный плодок это потому что справа сзади остается скелет абрикоса бай а на переднем плане выросшая фактически новая будущая крона из волчка видимо разобой привитым крупноплодом абрикосе не отрезав волчок ниже прививки и сейчас с удивлением рассматриваем вместе с вами как он подвой облагородился вот видите справа основная ветка плохо видно она самая правая вот она и на ней крупные плоды а это вот теперь вся вот эта вот большая часть что вы видите это как раз вот по двое но облагораживается облагораживается сейчас выражает частично собран частично сгнивает косточки из перезрелых плодов собираем мою сушу и уже начнем рассылать часть в виде благотворительной помощи пора боги вспомнить часть за деньги так как нужно поботься создать лучший питомник расширить матовый сад справка лучший это старая старая статья значит лучший питомник создан матовый сад расширил прикупили землю знаете сколько мы прикупали пришлось мне лично потратить 2 миллиона потому что никто нам землю давать не собирался миллионы гектаров зарастают соснами вот и прочими дикоросами вот ну расширили за счет соседей 2 миллиона вот дня госпремии вернули бы эти деньги и все было бы честно что просто нет отдельно собирая косточки кандидатов сорта отдельно деревьев что зацвели соответственно 45-й год и даже косточки сплодов 50-100 грамм тоже собирая для них спрос еще больше хотя я призываю к умеренности хорошо если специалисты мне скажут повторят ли именно эти свойства ранней смелости собранные косточки и взрослых гектаров впоследствии итак очень долго я вас друзья подводил к теме морозтрекости питомников саженцев пора подводить итог на примеры моего сада но не может питомник гарантирует морозостойкость если отец его менее морозостой чем обычно покупателю то есть понимаете семинаты от мамы а про папу чуть-чуть питомник в этом не виноват такова жизнь и людей и деревьев мы тоже не являемся копиями родителей справка 90 и более процентов питомников занимаются перекупкой саженцев с южных стран так что все это к ним не относится если где-то еще сохранились настоящие питомники у которых еще и настоящие апрекосы а я про них и говорю не может питомник гарантирует морозостойкость сеется бои могут но это почему потому что я в Сибири хуже уже не будет к примеру на разговор с моим клиентом вы гарантируете морозостойкость скотчика значит будущее мое ответ могу гарантирует что вырасти внимание десяток сеянцев русских гибридов вы в одном двух случаях в более северном районе все же получите плоды более южных в 20 случаев где возможно вот так вот в районах малоснежных засушенных морозных мой район в 9 случаев десяти а у меня все сто процентов видите как ни странно малоснежных то есть подчеркиваю есть я сейчас вымешаю сказать почему вымешаю так казалось бы 1-2 более из десяти что это железо считаешь люди такие выдающиеся всего 1-2 сам напишешь по честному более южных 2-30 да потому что у меня район там малоснежный а вы посадите в Питере помните крылатое выражение Питер построен на болотах он погибли еще несколько лет а статически какая кто будет виноват засушливые правильно прикольственные засушенные морозные вот мой регион вы думаете морозные это для них страшно нет бывает я тут теперь страшнее чем мороз вот так вот получается если взять мой район то у меня можно их тут саждить тысячами миллионами но никто этого делать не собирается садоводство запущено заброшено и по прежнему землю никто давать не собирается пускай сосы безрастают вот а так еще раз говорю абрикосы из засушенных регионов и садить надо в засушенных регионов а мороз 7 не страшен тогда будет 9 из 10 цифры весьма условны так как даю справку абсолютное большинство абсолютных здоровых старцев а еще один фактор почему я 1 2 а не 10 из 10 большинство абсолютно здоровых старцев не говорю о бане с рынка покупатели губят своими руками и очень быстрый эффект на все за считанные годы проклиная при этом морозы даже 20-30 градусов в одном из ближайших публикаций я расскажу что внимание только более смешанные сады с десятками лучше сотнями деревьев способные на самозащиту от мороза и деревьев после условия прошло еще пять лет заплодоносило последнее поколение нечаянно гибридов с культурными прикусами подчеркиваю все фото гибридов кократно седали от до 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 почему я их делал а у меня тысячу кусочек директор местного института ваулин заказал добившись после этого успеха после первого случая когда купил у меня сейсы вырастил триумфальное выступление на накладом было про железовое слово если бы он что-то привнес бы свое но он честно написал в своем докладе честно не поливать не удобрять не подходить ничего не делать это и есть технология а у него получились практически такие же фотографии как мои вот эти вот кому досталась работа вот это все тот же уровень гибридные бандюрские прикусы я думаю я буду заканчивать сейчас это вот так вот и удобно больную физиономию вам показывать сейчас еще секундочку и мы будем заканчивать ну это последствия как бы сказать это это неофанатизма вот но выжил ну и будем заканчивать красиво да я продал окоцик уникальных априкосов имеющие в своей крови половину и четверть геновый русский априкос это сочетание морозойкость совместимости реального продвижения на север и восток а еще моя возможность выжить и продолжать работы на 100 грамм рассылать косточки будущее пусть непредсказуемых но убить которые можно только топором и невежеством традиционной технологии там все сгибает кстати отсюда моя просьба на сайт этот пайл всем друзьям и на сайт и собственно и даже в лучшем очередении так как мы собраны уникальные коллекции потому что и косточек из них не на что не похожие плоды в количестве тысяч штук у меня сейчас около 100 токлитровых банок только гибридных в основном мазурских абрикосов но есть еще амур вот еще десяток два банка культурных абрикосов косточек вот пожалуйста давайте на этом заканчиваем дело в том что на самом-то деле жизнь продолжается однолетний сеянец вот так уже все таки будем расставаться сейчас так долго никто не собирается смотреть и слушать меня все друзья я заканчиваю вот а в самом конце о нет 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 уходим 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 иначе я никогда не закончу и так остановить запись вам желаю сказать что если когда-то появились автомобили жигуль помните модель 21 до сих пор многие считают ее идеальной вот это есть это есть гибридные мазурские абрикосы там вот на проме свои лидеры а в нас свои вся страна должна быть ими покрыта уже в лесу должно быть в парках должно быть так что творится а главные враги это недоверие это агротехника направлена на гниение не на уничтожение именно на гниение а еще неправильные кроны вот а мазурский абрикос можно с хитростью продвинуть и на север и на восток вот и не поверите на юг и даже на самый крайний запад не везде до воды 2-3 метра если беста и на это на северо-западе подходящая все друзья останавливаюсь запись вот спасибо что как смог выдавить из себя это все вот но помирать не собираюсь не дождетесь оно он он оно оно она